Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 6 сентября, я вот только что рассказывала о сорте Добарао, какой он хороший урожайный, о том, что он идеален для консервирования и хорошо хранится долго. Вот именно эти сорта такие, сливовидные, перцевидные, я уже в прошлом году говорила, очень хорошо подходят для вяления и запекания. Все помнят, кто в прошлом году со мной осень провел, все помнят, что я делала запеченный Добарао, ой, тьфу, Казанова. Теперь я буду делать Добарао, потому что это точно такие же. Я в прошлом году морхотскую кисть запекала, потом денежное дерево, мисс Америка, которые именно небольшого веса, вот такие вот. И Добарао подходит для этого идеально. Сейчас я их помою, разрежу на половинки, семена уберу, а вот то, что останется, вот эти чашечки, вот такие чашечки, я буду запекать. Но семена можно и не убирать, оба варианта подходят. Только смотрите, имейте в виду, если вы семена не уберете, вся жидкость же в семенах, то они будут запекаться намного дольше. А если семена уберете, то они будут запекаться быстрее. И я-то семена убираю по своим причинам, потому что я занимаюсь заготовкой семян. Но семена можно убирать, можно не убирать, но я вот вас предупреждаю, что без семян они запекаются быстрее. Все, сейчас буду мыть, резать. Дальше потом вам покажу. Сам процесс, технология приготовления запеченных томатов, ну, наипростейшая. Я вот сейчас выпотрошила с них семена для своих целей. Смазала противень растительным маслом, уложила все эти вот чашечки, как я говорю. Посыпала вот этой смесью. Я, знаете, я так, как я делала это много-много раз, я уже вот эту смесь не высчитываю, а просто делаю на глаз, как мы делаем, опытные хозяйки, всегда при приготовлении ежедневных блюд. Мы же не меряем, сколько в кастрюле соли все. Но рецепт, кто первый раз будет делать рецепт, я в описании к видео расположу. Я заранее приготовлю вот эту смесь, соль, сахар и зелень. Зелень может быть разная. Вот есть рецепт по-провански, можно прованские травы добавить. Если наши, вот есть хмели, сунели, там те же самые наши местные травы добавлены, хоть чем. Посыпаем и все. Закрываю, ой, ставлю в духовку, закрываю, выпекаю. И смотрите, здесь важно знать, что очень большое различие между вялением и запеканием томатов. Когда мы томаты вялем, мы духовку оставляем приоткрытую. Я вот туда вставляю иногда, ну, какой-нибудь, любой кухонная принадлежность, какую-нибудь там поварешку, скалку, которая, ну, давала, чтобы отток оттуда воздуха, они как бы сохнут. А запеченные томаты мы готовим при закрытой духовке. И они подвергаются термической обработке. Именно это будет более короткий период. Всего час, там час двадцать. Это зависит от размера томата. Вы понимаете, или вы маленькие вот такой вот черрики положите сюда, или вот такие добарао толстые, они будут дольше жариться. И тут первые двадцать минут можно спокойно закрыть и уйти заниматься своими делами. А после двадцати-тридцати минут надо через каждые пять-десять минут посматривать. Есть у некоторых, вот у меня в прошлом году я сжигала два раза. Не это, не учла, что разный размер томата, разное время. Я вот первые томаты большие запекла при определенном, ну, сколько там засекла, например, час двадцать. И ушла на час двадцать, следующий сорт, когда запекала в другой раз, а он оказался меньше вес, по-моему, оранжевые сливки были, и они быстро и запеклись, и завялились, и сгорели. И когда я через час двадцать открыла духовку, я была в огороде, они уже у меня стали непригодны. Поэтому я вам, вот кто первый раз делает, посоветую после тридцати минут запекания, посматривать через каждые пять-десять минут. И температуру тоже устанавливают все разную. Кто-то вообще при девяносто градусах запекает. Они все равно как бы свариваются, изготавливаются. Я вот выставляю 110-120 градусов. От температуры зависит вот эта вот продолжительность времени. Вы должны сами найти тот рецепт, который вам более приемлем. Я вот сейчас поставлю температуру 120 градусов. 30 минут не буду заглядывать. После 30 минут буду через каждые 10 минут проверять. Еще бывает такой казус, что духовка неравномерно греет. У меня вот с одного края запекается быстрее, со второго медленнее. Я в средине приготовления меняю вот этот противень. Ну как, переворачиваю его другой стороной, чтобы было равномерно. И еще накладывать нужно все одинаковые, потому что, как вы понимаете, что если он будет маленький плод, он быстро сварится, запечется. И пока большие дойдут до такой же кондиции, этот засохнет и, возможно, даже будет непригоден для еды. Все, я закрываю, запекаю, потом готовое блюдо вытащу. А еще чеснок. Кто-то чеснок кладет сразу, понемногу давленного чеснока, потому что без чеснока это блюдо совсем не то. Я сразу не ставлю, потому что во время приготовления чеснок теряет свой специфический запах и он становится не так явно заметен. Я люблю заметную дольку чеснока. Я потом, когда я их буду снимать и укладывать слоями, я эти слои буду чесноком прослаивать. Все, сейчас будем печь. Ну вот, сегодня мне понадобилось всего около часа для запекания моих томатов. В прошлом году, когда я делала из Казановы, они более такие большие плоды, час двадцать примерно запекались. Нынче, вот сейчас, за час они приготовились. Я вам сейчас покажу, какие они должны быть, когда они приготовились. Кто ни разу не делал. Вот смотрите. Еще раз говорю про разный размер плодов, которые были покрупнее, вот самые крупные мясистые. Они вот такие стали. А маленьким, которые были поменьше, этого времени уже стало, как сказать, больше, чем нужно. И они вот совсем тоненькие стали. Томаты после запекания должны быть эластичными. Вот смотрите. Они гнутся во все стороны, но не сухими, а именно вот это вот мясо у них. Сейчас раздеру какое-нибудь. Томатное мясо должно не исчезнуть, как во время вяленья. Во время вяленья они делаются совсем суховатые, и как чипсы. А запеченные именно вот такие. Так как я их приготовила для сиюминутного использования, мне сейчас их осталось только положить в контейнер. Я вот так вот их укладываю и немного сверху добавляю чеснока, давленного заранее. И так как я слоями вот так буду укладывать их, сверху еще вот это вот, опять чеснок. И так весь контейнер, я сейчас их выложу. И буквально они полежат минут 20. Чеснок, ну как впитают запах чеснока, и они уже будут готовы. Если бы я для длительного хранения, для зимнего делала, я бы залила, например, в стеклянную банку, залила бы маслом. Сейчас я этого делать ничего не буду, никакого лишнего масла добавлять не буду. Масло, вот которое на противне, я наливала, чтобы не пригорали, сверху вот этим маслом полью, ну просто для, как сказать, для большего вкуса. Так они, конечно, немножко постненькие, а когда с маслицем, да оно еще вот с травами, с чесноком пропитается, будет очень вкусно. Ну вот и все мои томаты, запеченные по-провански. Ну, основа рецепта были, вот томаты запеченные по-провански, готовы. Мне очень нравится это блюдо. Теперь я буду его использовать как дополнение к отварному картофелю. Вот сегодня, завтра, послезавтра, но я думаю, завтра же, наверное, съем хоть с картошкой, хоть с рыбой, хоть с чем. Так на полчаса поставлю, чтобы он пропитался. Чеснок, все, и все, буду употреблять. Ну вот, утро следующего дня. Для меня вот это самый-самый вкусный завтрак, когда вот эти запеченные томаты с таким запахом чесночка, яичка. Жаль, что их осталось очень мало, я говорила на два дня, но к утру следующего дня уже почти ничего у меня нет. Буду потом готовить новые. Все, вот это запеченные томаты, которые мне очень-очень нравятся. что их осталось очень-очень нравятся, которые мне очень-очень нравятся. Продолжение следует...